Я не ожидал, что маленький там будет экран, поэтому мы маленькие с вами. Да, если кому не видно будет, я пошел. Хорошо, ну что сегодня будем рассказывать, расскажу вам про Греус. Как он работает, из чего состоит, вообще что это за фреймбок, зачем он нужен, что он дает девелоперу при его использовании. Что такое Греус? Видно сзади? Точно? Биногль надо купать. Да, ну то есть Греус это full-stake framework, который мы просто, что мы делаем? Мы его устанавливаем и уходим. Установили и пошли. Запускается он на той же Java-виртуальной машине. Он полностью интегрится с Java, с любыми классами Java. Он написан на груве. Он использует такие принципы, типа конвенция, мы предпочитаем конвенцию, конфигурация. Мы используем принципы don't repeat yourself. Точно видно. Но мне отсюда плохо видно. Но снизу больше ничего не будет. Ну ладно, ладно. Ну извините. Ну я тогда буду озвучать громче. На самом деле Греус, почему его разработали? Очень был классный фреймворк. Это Ruby on Rails. Многие знают. Ну и Греус вдохновлен таким классным фреймворком. Он решил для Java написать такой фреймворк. Ну вот, для Java-вистов, для нас. Классный пацанок и девчонок. Что мы получаем с коробки в Греус? Ну это МВС, веб-фреймворк. Получаем те же View. Получаем домены. Работу с базами, работу с месседжами. Спринг. Получаем тесты. Все с коробки. Чуть позже покажу. А из чего состоит вообще Греус? На чем он основан? На биске он основан. Он состоит из груви, состоит из спринга, состоит из хипернэйта. Видно? Я подсвечиваю. Лед хорошо видно. Кого? Лед? Лед. Так. Окей. Вот это вообще, наверное, печальный слайд для вас. Структура проекта, она состоит... То есть у нас есть для конфигурации блоки. Ну то есть у нас директории, грубо говоря, у нас каталоги обычные. У нас есть для конфигурации, для контроллеров, для доменов, для месседжей, для сервисов, тех-либы. Утилы какие-то, View. Все как в веб-фреймворке. Для библиотек, скриптов и даже есть для веб-апа, для джаваскрипта какие-то. Что за язык я уже не знаю. Мы можем использовать полноценное, писать полноценное веб-приложение с помощью Grails. Окей. Как начать? То есть мы создаем свой домен. Один домен. Просто можно создать один домен. Который у нас содержит данные какие-то, которые будут записываться в таблицу, в базу. Мы применяем скафолдинг, пишем вот такой домен. Создай скафолдинг. Скафолдинг я сегодня показывать не буду. Он создает, просто расскажу, он создает тебе WebUI для твоего домена. Ты можешь его добавлять. То есть все краты операции делать там. И просто без каких-либо лишних телодвижений. Он тебе сам все на генере. Да, запускаем и наслаждаемся самим приложением. Класс. Можно играться. Окей. То есть конфигурация. Пройдет чуть-чуть по конфигурации. У нас есть различные файлы. В директории конфиг у нас есть различные файлы. Первое, я решил вам показать, это build.config. То есть как мы собираем проект. Из чего? Запуск проекта, dependency, все. Fork execution. Что это значит? Мы можем... Тоже, наверное, да, печально? Мы можем запускать наше приложение. Вот, грубо говоря, мы компилим, да, приложилку. Собираем, ну, все. Ну, все собираем. Приложение. А сам запуск, да, вот run, он запускается в другом потоке. Запускается вторая Java, виртуальная машина. И запускается в новом потоке выполнение тестов. Запуск, ну, запуск самого приложения. Ну, либо варку, да, запустить. Может тесты вообще могут в демонах выполняться. Да, мы можем запустить и уйти куда-то. Ну, то есть закрыть наше приложение, они там выполняются. Ну, зачем это надо, непонятно. Dependency, Resolver. Например, у нас, ну, по умолчанию, в новых версиях CrayLs'а используется maven. А в старых использовался id. То есть можно использовать и тот, и тот. Ну, на самом деле сейчас. Но они по дефолту делают maven. Вот этот дефолтный Resolver. Вот вы создали проект, там, createup, да, и все. У вас по умолчанию maven стоит. Окей, а не видно, да? То есть мы можем, да, в maven у нас есть XML. Тут у нас нет XML, тут у нас buildconfig, да, это обычный класс, в который мы пишем какие-то блоки, прописываем. Вот есть блок репозиторий, да, мы можем прописать, какие репозитории мы хотим использовать. Это, ну, то есть, Grails плагины, там, maven local, да, то есть он берется локальная репозитория нашего на нашей машине. То есть центральный репозиторий Grails, а центральный maven. Ну, можно свои любые абсолютно дописывать репозитории, управлять, откуда мы хотим получать данными, ну, с помощью maven. Ну, очень прикольно. И все это в блоке, ну, оно структурировано. Хорошо, можно подключать плагины, да, то есть для Grails. Ну, в принципе, как для любого, да. Вот, maven, вон, какие-то библиотеки мы, да, подключаем. Вот для Grails это, ну, называется плагины. Мы можем писать, ну, люди нам, кто-то пишет, классные люди, разработчики какие-то, классные плагины. Да, вот, есть плагин для... Что у нас там еще есть? Есть плагин для Tomcat, да. То есть по дефонту мы, когда установили, создали новое приложение на Grails, новый проект, у нас уже стоят эти плагины. Tomcat, Tomcat Folding, да, Asset Pipeline, вот, Hibernate. Сейчас в новых версиях Grails и Hibernate 4, в старых еще третий был. Ну, логично, наверное. Вот, и, ну, то есть database migration, да. Что, ну, то есть плагины мы можем свои писать, можем внутренние писать плагины, разбивать наше приложение на плагины сами, да, и подключать их как инлайн плагины какие-то в наш, ну, то есть build config. Окей, и там внизу, если что, там внизу, я буду говорить, там внизу. Да, мы можем прописать еще какие-то dependencies, ну, может, там плагин какой-то или кто-то еще, да, но требует какое-то приложение, ну, или библиотеку какую-то требует. И мы хотим знать, да, ну, говорим, вот эту dependency нам еще выйдет. Все оно будет тянуться через интернет, да, но если оно есть локально, оно будет, ну, в малом локальном репозитории посмотрит, и если оно там его найдет, оно его не скачает. Если не найдет, оно полезет в интернет и скачает. Но если нет интернета, то, да, вы не запустите, скорее всего, проект на Grails. Да, это печально. Окей. А какой был конфликт как деподенция? Оно напишет, он, ну, конфликт, и если, вот у меня была такая классная фишка, я, ну, сейчас, а, делаю апгрейд, да, с хибернета третьего на хибернете четвертое приложение наше. Вот, и версии спринга отличаются в некоторых, там, плагине, да, в хибернете. И он говорит, ну, то есть начинает эксцепшен, ты не понимаешь. Потом ты можешь, да, запустить команду, там, постричь, а какие у тебя dependents. То есть он тебе вывез список, все, которые плагины, и какие там используют. Кто там, спринт какой-то, спринт какой-то использует или кто-то еще, ну, где, сюда чего-то. То есть, ну, вот этим, да, вот это, он, если какие-то есть конфликты, да, то можно, ну, прописать эксклуды. Да, можно, я не показал, да, но можно прописать, ну, то есть мы... Привет. Ой, как это тут? Что там? Что тут идет? Ну, колесико, это мышка. Вот, колесико где? Ну, вот эта кругленькая маленькая, пальчиком так нежно, о-о-о-о. Я не знаю, я первый раз просто с этим прибором, да. Вот, поэтому, да, ну, можно эксклуды, ну, прописать, ну, все это, ну, да, я не показал здесь, ну, все это можно. На любую библиотеку, там, просто эксклуд, там, и глобал. Хорошо. Конфиг, да, ну, сам вот, ну, у нас, да, и мы когда запускаем приложение, нам нужно конфигурить, да, его, то есть нам нужно указать, то есть какие-то конфигурации внешние, да, как у нас будет там, приложение работает. Ну, вот, допустим, мейм-тайп, да, для того, чтобы, ну, приложение, да, знало, как там, вот, сервер знал, как ему работать, ну, с браузером, все, ну, то есть что он получает от браузера, да. Мы можем писать, вот, типа, массив такой, да, с, там тоже внизу совершенно, да, донизна. Массив, и мы прописываем веб-лайн, ну, это не массив, это мапа, вот, мапа, то есть ключ-значение. Ну, так как Grails, он на груве полностью, да, они в основном используют, ну, груве у себя в синтаксе, да, в синтаксе, да, вот, и, ну, прописывать мапы можно с помощью ключ-значения в груве. Для разных, ну, то есть мы можем для всех прописать, для, там, CSS, для JSON, вот, для текстов, для XML, ну, то есть абсолютно разные. И для чего это надо, да, ну, для того, чтобы мы знали, да, приложение, ему происходит JSON, да, ему знал, как его забайдить, допустим, распасть, что это JSON, ему нужно что-то с ним сделать, вот, и он будет с ним делать. Знает, по каким типам, да, он подбирает, пока смотрит, у меня такой пришел, значит, это JSON, такой это. Окей, окружение, да, ну, то есть, на самом деле, ну, вот этот слайд можно было впихивать почти в каждый конфиг, потому что с environment можно работать почти в каждом файле. Мы можем определять, да, какой у нас сейчас environment, там, production или development, и прописывать различные какие-то... там тоже внизу. Ну, я думал, повыше. Ну, и прописывать какие-то, ну, разные, ну, это конфиг, да, конфигурация. Допустим, нам нужно для development одна конфигурация, там ходить на один URL, да, ну, а для production нам на другой. Вот, и мы можем в конфиге спокойно себе указать environment, да. Можно писать custom environment свои, ну, и тогда он будет тоже, ну, там его прописано. Нужно будет указывать, при запуске приложения нужно будет указывать, что это какой конкретный environment. Так, он по умолчанию, когда мы запускаем через IDE, там, ну, или просто, он запускает development mode. А когда мы сварки запускаем, да, он production уже может включать. То есть по умолчанию. Так, я колесико не зацепил. Классная штука еще в Grailce, по дефолту, по дефолту в Grailce идет логирование, да, то есть log4j. Мы спокойно можем использовать, но в чем фишка? Нам не нужно не прописывать никакие, если это именно контроллеры, сервисы, да, дойдем. Мы просто, ну, вот мы говорим тоже в конфигурации, там, включим, я вот такое, да, вообще не видно, да, не видно? Можно указать паттерн, да, какой мы выводить. Ну, вот я хочу там выводить строку в таком-то виде, да, а мы указываем паттерн. Мы можем указать, какие, ну, нам выводить, да, вот, эрроры тут, Spring, Faber, Hibernate, а там и кэш хибернейтовский. Можем, так сказать, конкретно перечислить наши. Ну, то есть мы в этом блоке можем перечислять файлы, классы, которые мы хотим, да. Мы можем динамично динамично поставлять, динамично поставлять, подключать униксаризации параметры для гопендера. Униксаризации параметры для гопендера, если сайта идти туда, как это правило? Для гопендера ты имеешь, что, для лояльта? То есть, если мы хотим... Ну, так, это высокий гопендер. Мне требует врубить в углу и взять гопендер. А если поправили? Гопендер, ну... Сейчас, сейчас, сейчас. Я отвечу потом, да. Окей, запомни вопрос. Хороший вопрос? Да, сейчас, ну, так сразу не отвечу надо. Хорошо. Мы, ну, прописываем здесь конфигурации, да, все классы, которые мы хотим вводить. Ну, разного уровня, да. Тоже поддерживают все нормальные уровни. Там, там, трейс, там, error, info, debuff. Все, ну, можно здесь... Ну, не надо, нам опять XML там где-то писать или что. Мы просто все в блоке, там, в конфигурациях. Мы прописали. Мы радуемся, мы... Все классно, все красиво, у нас все в одном месте. То есть, ну, это то, что есть, да, это convention over configuration. У нас есть определенные ключа, места, да, и мы туда просто что-то должны прописать. Ну, вот. И не надо, ну, много там всего это писать, там, конфигурить. Окей. То есть, есть еще, да, настройка баз данных. Ну, все, да, приложения должны работать с базами данных. Дата-сорсы. Вот, дата-сорсы мы можем прописывать файл. У нас есть дата-сорс груви, там же в конфигах, да. Вот, у нас в нем есть блок, дата-сорс. Такой блок, да, дата-сорс. И мы можем прописать, будет ли у нас пул, да, А что нам, ну, какая стратегия, там, dvm-create, там, update. То есть, какая стратегия у нас, ну, работает с нашей баз данных. То есть, ну, url, пароль. Ну, да, пароль, многие не хотят, там, пароль файлов, да. Вот. Пароль, ну, то есть, dialect. Какой класс, ну, то есть, name, да, у нашего драйвера. Вот, и все. За нас, ну, грейлсов сделать, мы просто его прописали, и он говорит, да, класс, все, у меня все есть, я создаю. По этому дата-сорсу. Также можно настраивать хибернет. Это мы можем настроить, включить второй уровень, ну, second level кэш, да. Там, для запросов кэш включить. Указать ему, ну, то есть, класс, который будет отвечать за этот кэш, да. То есть, мы используем и кэш. И, ну, можно разные поставлять ему, ну, то есть, стратегии, да, это кэширование. Вот, включить логирование, можно, да, для, тоже, опять-таки, в этом файле, в этом блоке, включить логирование для хибернета, чтобы нам выводились запросы, которые нам строят хибернет. И также можно красиво формат делать им. Формат SQL, он делает не одной строчкой, да, все пишет в блок, а красиво. А, прям, радуешься. Environment, да, да, та же картинка, тоже хометная, я не знаю, чипмонт. Включаем, ну, то есть, environment, да, мы под разный environment можем свои настройки баз данных делать, да, у нас разные URL, там, username, password. Вот, ну, все, на самом деле, все эту лопутень можно вынести в отдельный, external file, да, то есть, какой-то внешний, и подключать его просто, пропихивать его в приложение, когда мы его запускаем. Ну, вот, и юзать уже, ну, где-то со внешнего файла, да, ни в одном, ни в приложении хранить наше, она просто подлаживает, чтобы у нас-то чистенько, красивенько все было. Это очень удобно, вот, у нас мы так юзаем, почему? Потому что у нас у каждого довела просто своя локальная баз данных. Ну, вот, и чтобы подключиться, да, нам нужно либо создать кучу вот таких вот, как тут продакшен, да, нам нужно там кучу, там, Дима, Вася, Коля, Петя создать себе окружение, да, и чтобы с описанием вот в этом файле. Ну, у нас практика такая была, и вот когда файл такой вот врастает, такой, где же мое, вот, и кто-то тебе там подгадил что-то, да, начинает коммитить, пушит, фигня получается. Вот, иначе, ну, то есть, внешние конфигурации начали использовать. Ну, реально очень удобно. Хорошо, закончились конфигурации. Вопросы, есть какие-то конфигурации? Ну, пока. Хорошо, а, как я говорил, да, Этном, Грейлс, он основной, то есть, он базируется на SpringE, на хибернете, да. Вот, и в Грейлсе они расширили ORM, да, хибернет, как и сделали GORN, ну, то есть, Грейлс ORM, на самом деле. И, ну, это вроде как плагин, надстройка над самим хибернетом, который позволяет делать классные штуки, которые я вам покажу. Допустим, мы хотим пиво, да? Мы хотим пиво. И мы создаем себе домен, да, пиво, в котором в домене этом есть... А цены нет? Цены нет? Да, цены нема. Ну, я-то думаю, что цену не надо. Хорошо, бесплатно. Ну, есть имя, да, разные поля, имя, тип, да, ну, великоличество алкоголя, то есть, плотность там пива, когда сварено, ну, там экспортеры, внизу там экспортеры, вот, экспортеры, которые, ну, там, поставляют это пиво, ну, что-то типа такого. Это домен, то есть никаких аннотаций, никаких вообще, вот, ничего не надо. Ни XML, это нигде не прописано. Я просто создаю этот класс в каталоге домен, да, и все, он у меня домен. Он у меня входит в базу данных, он у меня выбороматится на таблицу, ну, и радует жизнь. Вот, так же, вот, опять-таки, да, тут экспортеры. У меня вот пиво, да, имеет много экспортеров. И я просто вот таким блоком статическим, да, Хайзмене, говорю, что у меня отношения от пива к экспортерам, да, тут пиво имеет много экспортеров. Вот, а за какие отношения? Хорошо, и... Может, это так? Да, да, да. Да, да, да. Через временную таблицу. Это прописывается через join, то есть ты создаешь временную табличку, да, и маппишь, говорит, что у тебя join, там, table, да, ты прикрепляешь ID, типа, своего, у меня не мазь здесь, да, тут многое по-моему. Маппинге могу показать. То есть ты говоришь, что ты прописываешь свою ID текущего, да, там, домена, на тот же, который, ну, у тебя просто таблицы связки. И кибернет сам за тебя начинает писать. То есть, ну, я могу показать, но потом, если я не успею, я на IDE включу, да, покажу. Ну, там все прописано, там все легко. То есть это одна строчка, это в маппинге ты прописываешь, вот маппинг, да. Там внизу тоже есть. Да, маппинг. Мы говорим, мы хотим включить кэш, да, второго уровня. Ну, по умолчанию, конечно, если мы это не пишем, там, кэш true, то он приключен. Ну, как бы мы его включили в конфигурацию, но его домен не используют. Поэтому, ну, и чтобы использовать домен, ну, со вторым уровнем, да, кэша, то мы включаем кэш true. Вот мы делаем маппинг, мы говорим, table, table, да. Мы маппинг вот этим, то есть, кибернет это аннотация, да, здесь просто мы пишем поле на наше, да, table, ну, маппится на бир. То есть, хотим версионность использовать, да, там, оптимистик блокинг используют. Включаем версионность нашего, у нас появляется колонка version, да, в нашей таблице. И начинает, там, ну, прибавлять, ну, числа. Вот, маппинг мы колонку, да, там, id мы замаппинг, генераторы, ну, разные генераторы можно использовать, да, id. А также, ну, то есть, любое поле, мы там, вот колонка name, 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 да, ну, можно было показать много там ко многим, один ко многим. Ну, вот, допустим, один ко многим, да, экспортеры, я просто говорю, что колонка у меня экспортер id, да, вот, и он маппинг. Ну, то же самое получается с много ко многим, только там через join table, там именно опишется, вот, здесь вот колон, да, а там только join table. То есть join table, и ты говоришь, такая таблица, вот, id, допустим, поля какого-то там экспортер id, да, ну, и типа bir id. И он два домена этих вяжет в одной. То есть, да, мы, ну, по умолчанию все... У нас есть несколько методов этих маппинга, да, вообще, join table, join class. Ну, грелся join table, идёт join class. Да, я не помню. Может быть, есть? Есть. А трэнсент поля тут також маппинг? Нет, трэнсент поля могут быть в домене, а блоки трэнсент. Мы пишем трэнсент, и всё, они нигде... Мы в маппинге их не надо прописать. Это отдельно статический блок трэнсент. То есть это всё в домене у нас идут блоки, да, то есть там, кстати, маппинг, то есть это блок в домене. Мы замаппили его. По умолчанию все объекты, да, они лейзи. В крэлс, рэме, то есть если мы какие-то используем там экспортеры, да, то они, то есть коллекция будет с лейзи лод загруженными объектами. То есть не только айдихи будут, в проксе будут экспортеров с айдихами коллекции. Если мы хотим всё-таки, нам говорим, что нам по-любому всегда нужно, да, получать эти экспортеры полностью всю информацию. Ну экспортеры там по полю, по name, country. То мы можем прописать лейзи фоллс, да, сказать, стратегию фейча лейзи фоллс. Видно, вот здесь вот, внизу, в самом правом углу. Да, через запятую просто колонка лейзи фоллс. Если мы хотим конкретно какой-то домин, если один к одному, да, связь, мы можем пейдж-джойн прописать. То есть пейдж-джойн. И он у нас будет сразу загружаться полностью, вся наша иерархия, которая нам нужна. Хорошо. Констраинты, да, вот тот же блок, как бы, с маппингом, да, есть констраинты. Мы делаем какие-то ограничения. Опять, нам не нужно никакие аннотации прописывать, да, там, not now, ещё. У нас есть блок, у нас есть констраинты. Допустим, мы варим поле name, да, оно не должно быть пустым. Мы пишем углам false. Там алкоголь у нас должен иметь range, там, от 1020 до 1160. Такие цифры я где-то в интернете нашёл просто, не знаю. Да, ну это по алкоголю, ну, измеряется в таких, это английская система. Плотность, да, там, ну, минимальное число может быть 3%, да, там, допустим, ну, просто 3, максимальное 20. Также мы можем, ну, сказать, вот экспортеры коллекция, да, минимальный размер должен быть один. Мы не можем создать пиво без экспортеров, допустим, да, и он нам будет ругаться. Тоже мы сам, ну, мы можем ещё сделать классную фишку и шар, да, констраинты. Мы можем в конфигурациях прописать внизу, в конфигурациях прописать блок такой, да, AgreealsGornDefaultConstraints и указать по имени констраинта, да, что он должен в себе содержать. Вот дейт шар, да, он содержит nullable false и максимальное значение, то есть, ну, не больше сейчас, да. То есть, ну, да, соответственно, ну, логично, да, если не больше сейчас должна быть. Ну, классно. А если она больше сейчас, то, да. Ну, 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 то есть очень удобно, все полностью, ну, все что есть в хибернете, да, констраинты, да, констраинты, да, констраинты, они есть, ну, греос. Вот это вот, в партнерсминсайз, это же, получается, будет констраинт не уровня базы, а уровня... Вот эти все констраинты – это уровня домена, они до базы ещё не дойдут. То есть все валидации придут на уровне домена и в базу мы ещё не постучимся. То есть, а потом, если на SQL у тебя в базе есть констрейнт и свои ограничения на это, то тогда у тебя уже база будет. А это иначе. Если мы используем, например, как мы показывали, тактификацию аптейта базы. Когда мы создаем констрейнт, например, и у нас понадобятся базы, мы же на основе констрейнта не будем переобретать констрейнт базы? Нет. Если только мы не создаем базу. То есть, если у нас база создается, то есть возможность создать при запуске приложения, создать просто базу. Он по всем доменам пройдет и соберет базу. По констрейнтам, по маппингу, полностью по всей структуре он соберет базу данных со всеми связями. То есть, фишка. Мы можем, да, использовать. Мы всегда, допустим, используем, ну сами делаем схему базы данных, да, используем migration plugin для того, чтобы писать скриптики. Ну там XML, да, мы пишем на Liquibase. Ну, если кто знает, на Liquibase. Нас слышал, там, для управления, ну, гип-управления своими чинжсетами в базе. Вот. И, ну, Grails нормально плагины, наверное, поддерживает. То есть Liquibase он команды, да, поддерживает. Ну, все типа классно. Окей. А named query, да, опять-таки, все, ну, кто-то помнит, ну, кто-то не помнит, да, как прописать какие-то аннотации, да, там, над табли, над классами. То есть named query, прописать именно классу, да, что это. Ну, на самом деле, после всего, вот, если кибернет, да, полностью настроить, подключить всю вот эту красивую его функциональность, да, использовать полностью, то, ну, такая, может, такой класс получиться некрасивый. Вот. Здесь у нас, опять-таки, статический блок, да, named query. Мы туда можем напихивать какие-то named query свои. Они пишутся, как методы, да, ну, просто, там, find 10byx, протер name. Вот. Мы говорим, что, ну, передаем строку. А, да, тут замыкание. То есть Grails, вот, жгрую, да, и тут замыкание можно передавать. Ну, все классно. И вот named query они с помощью замыкания реализованы. Вот. Ну, допустим, нам экспортер, да, мы хотим по-внутреннему, по нашей внутренней коллекции, да, взять, по полю поискать. Мы говорим, вот, блок, опять-таки, открывается, да, идем во внутрь. Ревиквелс, да, там, name экспортерные, которые мы передали отсюда. Вот. Ну, и там отсортируют по дате, по дате варенья. И максимум 10 результатов. Это named query и, ну, то есть их может быть, ну, сколько угодно, да, в классе мы их прописываем, то он вызывает просто как обычный статический метод у самого домена. Ну, да, и нужно будет вызвать саму строительную, ну, там list, да, get. Покажу позже. Ну, очень удобно, классно, полностью, в принципе, все то же самое, что поддерживает критерии API, да, все то же самое можно писать с помощью named query. Если, конечно, бывают такие случаи, когда, ну, там, ни критерий API, ни named query не справляется, там уже можно на SQL, да, писать. Ну, также там, Grails поддерживает SQL, чистые SQL, ну, то есть вызовы, ну, любые. Окей. То есть можно писать критерию, да, как я говорил, критерия API. А тот же метод практически, ну, то есть мы должны хотим поискать по имени, да, где имя там, ну, содержит в себе какое-то там экспортерное, да, отсортировать, допустим, в обратную сторону, да, по... По варенью и... По варенью. По варенью. По варенью. И вывести один результат, да. То есть, ну, опять-таки, это, как бы, статический метод, ну, статический метод с замыканием, да, он принимает в себе замыкание, и мы вот замыкание это пишем здесь, ну, в принципе, очень похоже, да, если, ну, сравнивать, там, name query, да, и критерию, они очень, ну, то есть, ну, то есть, у Grails очень похожи в этот использование. Ну, я бы сказал, что это на любителя, ну, то есть, используют либо тот подход, либо тот подход, ну, кому как больше нравится, да, потому что, ну, с помощью одного и другого можно сделать абсолютно одинаковые вещи, без каких-либо там ограничений. Окей, ну, фишка корма в чем еще? Он предоставляет динамические методы, мы создали домен, у каждого домена динамические методы появляются. Что такое динамические методы, да, это, видно? Прочитаю, ну, то есть, найти все по алкоголю больше, чем, алкоголь больше, чем и плотность меньше, чем, ну, алкоголь больше, чем 100, там, 1160 и меньше, там, плотность меньше 20 найти. То есть, по каждому полю, да, по каждому полю у меня создается динамический метод, я могу искать, то есть, любые, там, битвины, лайки, инлист, ну, абсолютно это, да, вот здесь, там, find by name. А find all, он возвращает коллекцию, да, find by name, он один просто, первый, там, попавшийся вернет, да, который нашел, и один результат возвращает. Также можно делать какие-то, вот, вызовы, не find, да, account, вот, мы хотим почитать количество, да, любой запрос, мы, там, по имени, бла-бла-бла, и мы говорим, да, нам число, она возвращает int, да, и мы уже можем, там, что-то, вот тут я запорол, да, я, там, что-то у меня int, вместо int, бир возвращается. То есть, ты эти методы не переопределяешь, просто по конвеншену называешь их, да? Мечейка не наживает, у меня все, у меня, вот я вот создаю, вот беру, беру тайпу, бир, да, и у меня, ну, подсвечивается, там, find all, там, find all, там, op, buy, buy, там, и начинает мне список моих полей, да, в классе перечисляет, ну, сама ИТЕшка. И вот такие вот запросы, да, она мне подставляет, и все, она мне саму динамику, она мне сам строит. Это трансформатор, да. Я рекомендую, по факту, вот этого метода его не существует до Камелястка. Это динамическое. Во время Камеляции он дописывается ЕС, да? Ну, а как бы, нет, он уже как бы ЕС у тебя, то есть в РЕС, ну, это позиция трансформейшн, группа говорят, и какую-то, вот, есть аннотацию, да, плюс шопки, как бы, ну, их ИТЕшка тебе показывает, да, но на самом деле, как бы, их лично существует. Да, они, ну, то есть, они, да, они добавляются в мета-класс, да, они, ну, байт-класс, да, то есть, ну, байт-класс, да, они уже, ну, это ИТЕшка понимает, ну, нормально, типа, все классно. Да, ну, то есть, это вся динамика, ну, почему, откуда, да, берется, то есть у нас есть груви, классный язык такой, да, и вот груви нам предоставляет всю эту динамику. В принципе, ну, если есть вопросы, то задавайте, потому что, ну, кто-то, может, груви не знает, кто-то не понимает, да, ли синтексис, или что-то нам, ну, то есть, объяснить это, вот. Окей. Статические методы также есть в Горме, не только динамические, еще и статические. Вот, это, допустим, лист получить по домену, да, полностью, ну, выгреби мне всю таблицу, да, лист получить. Это статический метод, он, ну, есть тоже в умолчании, там, груви, статик метод, как это называется. Класс, и в нем, вот, типа, добавляет каждому этот, каждому домену, да, добавляют эти методы. То есть, ну, это transformation, там, все, это классно работает. Так же есть, давай. Я же говорю, некоторые, ну, я, ну, я у Валена мог писать. Ну, я, ну, я, ну, я, ну, приходил, приходил домой с работы, да, ночью, там, бла-бла-бла, и ночью, там, после 12 садил, как-то, ну, это ты мог, да, где-то глазом моргнуть, увидеть, да, вот тут забыл, тут, да. Согласен, ну, тут лист, да, ну, тут должен быть список пиров, а вот get, он возвращает один, да, элемент поиди. Там вот метод get поиди возвращает элемент, объект, один с таблиц, ну, с базы. А также, ну, то есть, есть методы, вот здесь тоже я забрал, тут тоже список должен вернуться. Ну, суть не стоит показать. Да, то есть, это метод, который, мы говорим, что, ну, найди мне все, где условия нашего, это, как вы сказали, где тип, это, там, тип мы передаем, и сварено тогда-то, да. То есть, просто ту же маку, да, как бы, нашего домена мы передаем поля ему, и нам не нужно писать, там, большой динамический запрос, допустим. Вот. Ну, вот, большой динамический, это вот такой, как первый, да, они намного больше могут быть, мы все поля можем здесь перечислить. То есть, он может, да, такое, и его нельзя передосить на новые строки. Нет, это один параметр, это, нет, два параметра, мы говорим по тайме. Вот, так, да, это k, вот значение. И когда сварим, да. Нет, 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 смотри, find all where, мы же самым передать не два параметра, а три. Можем, ну, то есть, мы, вот. Судит один параметр, да, сколько у нас полей в этом, столько. Обязательно, сколько полей в этом? Нет, 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 ну, у меня полей там пять, да, или шесть. Да, если это из стрингов, то мне говорю про это. Вот, по типу, это имя, это имя поля. Оно штатическое, то есть, нет. Оно подсветит тебе, имена, оно тебе подсказывает, ну, типа, ты k, не передаешь, ну, это, 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 это ключ значения. По сути, это не два значения, это, по сути, это два значения мэпса передаешь. Да. А реально, когда скомплированный мэпсицы метод, получается, что мы его користовываем? Даст. На все методы. Все, да. Нет, динамические, мы только используем. Мы сейчас про какие говорим? Ну, те же динамические, только те, которые мы использовали, они как бы ингенерируются на момент компиляции. Если мы их не использовали, их в классе не будет. Ну, вернее, в байт-коне не будет. Ну, а мы их строим потом. Вот, а здесь, да, он просто принимает мэп, ну, то есть, это, грубо говоря, у нас в скобочках, да, квадратных, у нас ключ значения в мэп идет. И мы здесь, да, можем перечислять. Ну, то есть, там, 5.tall, там, 5.v просто, да, ну, тут прайк. Ну, и внизу, если что, внизу, да. А, внизу метод, ну, допустим, есть вот классный D-Touch Criteria, D-Touch Criteria называется, where. Мы можем прописать просто наш класс, where, и указать в стиле Ruby, ну, почти java, да, просто сказать, там, экспортеры, ну, передать замыкание, да, там, count равен reframe, и где же, там, java-овские 2i, да, и тип, там, равен, там, темному, да, пиву. И получи список всего этого. То есть здесь мы строим тоже абсолютно, вот почти как критерии, да, named query, да, только здесь мы, ну, более синтаксис такой, груви именно java, да, мы и пишем, ну, то есть, как, как будто, там, if какой-то пишем. Ну, вот, оно, ну, удобно, прикольно и красиво. Ну, то есть здесь можно, да, там, как лист использует, так и гг, не нужно на день, да, тут лист использует, хочу все получить, а можно на день, да, он первый вернет. Окей. Он, который включает в себя Spring, да, Spring MVC, и он полностью, ну, как бы, как говорят разработчики, да, ну, вы, вроде, пишете на Creos, да, но на самом деле это тупо Spring какой-то. Ну, вот, ну, там, груви и все это. И все возможности, но Spring у вас есть, абсолютно все классы, все библиотеки, но он полностью основан на нем. А в нем есть, да, классный, то есть MVC, да, это, ну, компоненты, да, что в нем есть, контроллеры. Никаких аннотаций. Я не пишу нигде контроллер. А, в Creos они взяли за основу, ой, GSR 330, да, Spring, да, где у нас есть появился name, да, и inject, то есть две аннотации. Ну, кто не знает, кто знает, то, ну, и теперь не надо писать autowire, да, мы просто там, там, пишем на одном, там, контроллер, да, там, или сервис, да, там, name, таком, и он по имени. Bina будет вам брать, не надо, не интерфейс, да, прописать именно по имени Bina будет брать. Ну, injectить именно по имени. А в Creos то же самое, мы, допустим, говорим, у нас есть сервис, да, у нас есть сервис, мы хотим его заинжектить, там, в контроллер, и мы его инжектим, да, с помощью этого. Ну, можно имя прописать, можно DEV, DEV это просто как object в Jive, любой тип. И по имени, у нас inject происходит везде по имени, нам не нужно, как бы, прописать там конфигурации, аннотации, там, это, да, где у нас BIN какой-нибудь, вот, пока не нужно. Чем отличается контроллер от сервиса, да, тем, что у нас контроллер, он не транзакционный, а сервис он транзакционный, да, то есть, на самом деле, контроллер, каждый вызов базы данных, да, в методе контроллера, это будет гуляться врага к одной, как бы, транзакции. Мы не можем, да, там, получить, сохранить, там, сохранить два объекта в одной транзакции через контроллер, только через сервис. Вот. Ну, и вся бизнес-логика, да, ложится на сервис, вся реализация чего-то. Ну, также есть вьюхи. Вьюхи это GSP, но они как GSP, но я не помню, GSP или GSP, да. То есть, через, как Google, через GSP, вот, и, ну, мы, в принципе, то же самое, да, как вот GSP страницы, то есть, GSP, да, они похожи. Мы имеем какой-то там HTML, да, ну, там, прорисовывается, мы пометили там свой блок и говорим, вот это пейджа, все, это вьюхи, классно. И, где вот дальше, да, контроллеры. Контроллеры, видно? А контроллеры, они, ну, уже по дефолту, у них есть какие-то бины, уже встроенные в себя, да, ну, то есть, они предоставляют нам, возьми какие-то бины. Такие бины, типа, как вот, params, request, session, да, мы можем получить что-то, я, 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 я мог сделать ее больше, но я не знал, что так будет. Ну, и мы можем, да, использовать, ну, допустим, params, это map, да, мы можем использовать, обращаться как к map, а мы говорим, типа, а вот так вот через точечку, ну, в груве, да, позволяет нам к map обратиться просто в поле через точечку, ну, вот, по ключу, типа, это будет ключик, да, мне значение его. И, ну, то есть, получать что-то с params, да, что-то с request, да, какие-то, может, передал ее, там, UI, да, кто-то, вот, или с сессии что-то получать. Вот, контроллеры, да, они бывают разных скобов, ну, singleton, session, request, prototype, то есть, по умолчанию идет prototype, хотя, вот, новый я ставил, новый kreos, там они почему-то по умолчанию singleton делают контроллер. Вот, это был prototype, да, на каждое, то есть, можно указывать, ну, также любой bin, ну, и сервису можно делать, там, request и session scope, да, но тогда нужно будет с ним работать только либо через контроллера, да, ну, то есть, только через session scope bin, ну, либо писать прокси для него, чтобы с ним работать. Окей, view, да, модели view, ну, в kreos мы в контроллере, в экшенах мы можем прописывать разные рендеры, да, мы, допустим, можем рендерить темплейты, вот, с backend рендерить темплейты, да, UI, да, и передавать туда уже коллекцию, да, какую-то, мы говорим, там, render, и передать коллекцию, там, листов пива, класс, можем сказать, а вот мы хотим нарендерить каких-то блоков div, да, ну, на самом деле, мы можем полностью рендерить здесь любой html, там, javascript, там, еще что-нибудь, ну, grails, ну, именно с контролем, да, мы такое не делаем, на самом деле, это некрасиво, это плохо, backend не должен это делать, а должен делать frontend. И, окей, мы можем использовать тот же, там, спринговый модель, модели view, да, передавать ему какие-то, тоже, ну, говорить, что возьми, там, view list, да, и передай туда, модель вот такую, вот этому, вот эту view, да, возьми, он возьмет, она внизу была, да, вот тут хорошо видно, класс, окей, мы можем, да, просто сказать, модель какую-то верни, он вернет, он возьмет view, show, если у нас есть такая view, да, там, и будет в нее закидывать, там, вот эту модель, не будет, там, будет плохо. Ну, либо мы можем сказать, да, используя, там, view display, вот такую модель, да, туда, ну, передай, мы передаем туда в map. Модели могут быть, ну, как обычный map, там, как model and view, можно, а, прикольная штука, можно чейный вызовок делать, да, мы говорим, что у нас после того, мы хотим получить пиво с водкой, вот, и вызываем чейный, да, получаем, вызываем метод, допустим, action.show, да, и возвращаем модель, и за ним еще водку получаем, то есть пиво с водкой у нас получается. Мы можем редиректы делать, ну, допустим, у нас юзер не залогинен, да, мы делаем редирект контроллер, на логин контроллер, да, если не залогин. Вот, если все нормально, идем дальше. Ну, редиректить можно на любые view, ну, на любую, на action, да, контроллер, на любой контроллер можно, вот, редиректить. Можно просто JSON, вот мы так вот пользуемся, мы делаем enter JSON, все, мы классные, мы радуемся. Да, отдаем на frontend, ну, либо XML, ну, тут как то, у кого, что парсить. Маппинги, да, надо же как-то это все замапить, ну, какой-то action, да, замаппить на контроллер, я же должен знать, куда ходить, да, по URL, куда ходить. URL mapping, это класс, да, в нем также какой-то статический блок mapping, вот, и в нем есть, допустим, по умолчанию, там, view index, да, мы говорим, наслышим, ну, либо там 500, видно, view error, а дальше не фигачим. Можно указать ему, там, контроллер, да, говорит, у нас URL вот такое, да, URI, у нас вот такое, view, да, и мы говорим на контроллер view, на action list. Можем, если нам нужно метод сказать, да, мы говорим метод, метод get, все классно, мы там лист по методу get получили. Придет пост, он к нему не обратится, он его не найдет. Ну, вот, можно REST, да, использовать, это, прописать нам URL, говорит, скажет, вот такой вот контроллер read, action, пожалуйста, мне get, на get, там, post, на save, а put, на update, да, там, delete, на delete. Прикольно. Вот, и указываем его методы, да, и он знает, мы обращаемся к одному URL, и метод меняем, да, и он нам вызывает разные action list. Ну, то есть очень классно, мы радуемся. Можно группировать наши запросы, да, вот там, у нас, допустим, есть группа PIF, 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 вот, там L и dark, да, допустим. URL у нас там, bir, l, bir, dark, да, мы говорим, типа, вот возьми, там, первую часть bir, да, L, просто вот напишем его один раз, вот, и блок, да, и дру, можно написать. Ну, вот говорим, типа, контроллер такой, action такой. Можем говорить, вот, у меня есть такой URL, да, а редирект не меня вообще на другой URL. Класс, редирект, ну, либо на action контроллера сразу. Ну, то есть тут гибкость, да, вы хотите в контроллере управлять редиректом, либо хотите, ну, то есть управлять на уровне, там, своих, ну, маппинга, да, своего. То есть мы можем сказать, ну, маппинг динамический может быть, да, то есть, ну, это уже тяжело. Я не стал это вот сюда показывать, потому что очень реально тяжело. Мы можем, там, 403-я, 404-я, такие view-а, такие, короче, туда чешечь. Всё, попало, иди туда. Можем сказать, что 500-ый разный exception мы можем отлавливать, да, вот здесь я не показываю. У нас есть, допустим, error-контроллер, который обрабатывает action, и мы говорим, типа, action такой-то, да, вот если exception у меня, там, illegal argument exception, то иди на action такой-то. Мы можем, там, сказать, custom, да, свой, там, сказать, action такой-то, и там, say no to vodka exception. Окей. Ну, управлять exception-ами, ну, то есть с помощью, то есть пришла 500, он кланал на error-контроллер. Класс. Вот. Мы также можем сказать, допустим, у нас вир-контроллер, да, находится в двух разных пэкэджерах. Так получилось. Два раза, да, один, допустим, для барреля, второй для мёда, для хани. Вот. И мы можем управлять namespace, да, мы говорим, типа, вот здесь контроллер namespace, там, баррель. Вот. А url будет выглядеть, чуть-чуть ниже там, да. А url выглядит, типа, вот так, да, и мы говорим, типа, namespace здесь, баррель. Ну, типа, метод такой-то. Можем сказать, что это хани, да, url, то есть контроллер хани, то есть у нас другой пэкэдж, отличается их хами, да. И url будет, то есть namespace мы просто пропишем хами. Ну, для того, чтобы Spring мог резолвить всё это. Хорошо. Вот. С сервисами нельзя это делать, потому что с сервисами у нас джекятся бинами, да, и всё это. Вот. Можно определить свои бины. Свои бины определяют очень прикольно, да. Ну, как вот мы делаем это в XML, только у нас есть Spring Resource Groover. Вот. И там blockbin просто такой. blockbin, класс, мы радуемся и прописываем. Ну, допустим, нам нужно бин, да, определить. Binservice, там, и пишем newbin-service, класс. Всё, он будет всё. Теперь, что у нас по имени bin-service, джекится, да, у нас контроллер или где-то, будет создавать ну, ну, какой-то экземпляр, да. Не наш там bin-service, bir-service. Вот, а new bir. Можем контроллер сказать, что вдруг нам нужно контроллер, да, чтобы у нас, когда URL вызывает, да, контроллер, чтобы он создавал, допустим, экземпляр, там, new bir-controller. Вот, ну и там, сервис ему inject, да, вот такой вот сервис, да, inject ему туда. Ну, типа классно, bir-service. На троллере сервисе, то есть как угодно. Можно также свои бины, да, допустим, groovy, да, bin. У него есть там более price, groovy, bir-mix, да, groovy, bir-mix. Мы говорим, что типа вот такой bin, да, и вот его реализация, и вот туда price, там, 100, дефолтное, значение по умолчанию. Мы можем java-вский, да, мы можем java-вский bin создать, java bir-mix, да, ну, с контроллером, допустим, с конструктором. Они типа, у нас есть java-bir-mix, да, вот это его, пожалуйста, implement-реализация, да, и вот конструктор ему сотку передает туда. Вот, классно. Можно альтернативный вариант, кому-то удобнее будет, да, просто через bin, да, еще сказать, там, переменную есть, как передает. А bin-конструктор аргументы, ну, то есть мы можем туда передать много. И заинжектить их, допустим, вводкой-контроллер, сделать им java-bir-mix и groovy-bir-mix получится вводкой-контроллер, да. Вот, ну, и они заинжекты, она нам не заедет нормально, ну, мы это обрабатываем. Environment, да, так же мы можем здесь сказать, а для environment, допустим, production, мы хотим java-bir-mix, да, running, чтобы 1000, а на development, и нам и 200 хватит, допустим. То есть разные значения для разных environment, можем это сказать. Binding. Классная штука binding, да, мы же pointy, pointy, pointy поговорим, и как-то можем bindить наши объекты. Допустим, у нас есть JSON, не успеваем, да. Допустим, у нас есть JSON, хотим создать новый, да, какое-то новое фило, и передаем туда параметры, ну, и надо его как-то распарсить, да, и забандить домен наш. Вот, можно там, ну, на самом деле, binding.grance, он использует JSON, короче, кукловский парсер. Вот. Мы говорим тип action-контроллера, мета, да, мы просто ему передаем view. Вот, и он нам вот этот JSON замапит полностью на наш объект. И мы потом просто можем вызвать save, да, и показать JSON. То есть очень прикольно. Либо можем использовать тот же, допустим, а отличается у нас, да, JSON от одну поля. JSON отличается у нас от, допустим, нашего домена. Мы можем команду, да, как обвертку сделать ему. И в команде тоже. Ну, команда — это класс, который у нас помечен, там, validatable, да, и у него свои поля, да, то есть они отличаются от бира, там, beer name, beer edit, ну, что такое, да. У него есть constraint, то есть свои, ну, и мы просто как обворачиваем наш JSON, да, в этот команд, ну, и можем создавать. Вот, и, допустим, там, метод create-beer, да, он возвращает нам уже за маффины. То есть как обверточка. А может, то есть если хотим редактировать, да, тут прикольно. Мы передаем вот так вот экспортеры, да, в JSON передаем ID 1. Он с базы достанет нам объект с ID 1. То есть когда у нас пройдет mapping, да, и мы, как бы, ну, он нам полезет, сделать get-запрос на 1. Окей. И апдейт, да, потом, то есть я хочу, вот у меня в парамсах приходит, ну, в URL, да, приходит ID, ну, я по нему получаю, говорю, типа, хочу JSON получить этот request JSON, там, я получил beer property загнал, все, у меня все, мапа, да, замапилась, ну, на мой объект, и у меня все поля проинжектились. Прикольно. Другой вариант, это взять тот же, допустим, beer, да, на update, там, beer домен, и взять одного property и загнать его в существующий. Вот, просто, ну, такая манипуляция. Либо мы можем сказать, какие конкретные JSON мы хотим взять, да, property, там, name, и, вот, и сказать, с 8 JSON только 2 вот этих. Окей. А, либо мы можем использовать альтернативную, там, метод bindData, да, мы ему передаем наш объект JSON и говорим, там, exclude, include, да, какие field ему надо выбирать. А, если все-таки нам иногда бывает нужно, что binding нам нужно делать в сервисе, да, ну, там, из куды, и мы это можем сделать, да, передать в сервис, ну, нам нужно будет вызывать bin, да, agreilsWebDataBinder, вот, ну, у него тоже метод bind, и передаем ему наш объект и map саму. То есть, ну, его нужно будет convert simple mapData в bind source. И, ну, можем работать с binding нормально в этом сервисе. Да, можно использовать binding-формат, то есть, допустим, мы ходим на поле и сказать, что оно будет uppercase, да, что такое uppercase, никто не знает. Мы должны реализовать стринг-конвертер и сказать, что если нам приходит такой сбайдинг-формат, то мы просто в нашу строку переводим, и он нам сохранит бирнем, она будет в апперкейсе. С любыми типами можно свои писать, а на любые классы мы указываем ему getArgetType, то есть стринг, и значение, что ему конвертить. Он понимает, что по стрингу у него есть такая аннотация, ему нужно конвертить. Если бы я тут другой поставил, если бы не стринг, то у меня бы ничего не с тобой не делается. Ура! Ура! Это всё, а на самом деле, почему мне нравится Grails? Потому что он экономит мое время, иногда нет. В основном, да, если в разработке чего-то, какого-то приложения, то очень быстро можно, да, быстро, классно управлять приложукой, и иногда, да, тяжело байкать. Самое тяжелое, это апгрейдить версию Grails с одной версии на другой. Это как заноза в одном месте, и очень больно. Есть вопрос. Я лично услышал про преимущество Grails. Какие есть недостатки в сравнении с обычным стрингом? Ну, я же вижу, что очень тяжело upgrade, да? Да, единственное. А как? Performance от самого Grails? Я бы тебе сказал, что мы performance от самого Grails мерили. У нас есть, мы мерили Groovy, да, там, performance. Ну, Groovy может там просаживаться. У нас база просаживается иногда. Почему просаживается, потому что мы там не используем mapping, да? У нас там lazy loading, еще там где-то мы по циклам там бежим. То есть, как ты напишешь приложение, да, в основном это зависит. По performance, ну, я думаю, сильно не просаживаться. Вот Grails мы просаживаться. Да, там вот не видно, там если что-то мой твиттер есть. Все, спасибо, Дмитрович. АПЛОДИСМЕНТЫ